Добрый вечер! За пару дней до Нового года, как обычно, масса смертей и трагедий. Больше, чем обычно, на самом деле, кстати. Ну, оно и понятно, год-то високосный, страшно, но кроме страшного происходит и масса смешного, и такого бредового, что и не поймешь, плакать или смеяться, или и то, и другое. Вот, кажется, сама природа решила над нами посмеяться, хотя, в общем-то, не до шуток. Осыпается замковая гора, этот, казавшийся вечным символ Вильнюса. Раньше, я еще помню, на горе росли деревья, кусты, и все с ней было в порядке. Потом деревья спилили. Я тут недавно прочла, что спилили, оказывается, чтобы враг в кустах не затаился и не атаковал бы нашу святыню из кустов. Я вот читала, читала, а так я не поняла, кто, кто в кустах мог затаиться? Путин, что ли? Ну, в общем, мало ли что. На всякий случай кусты спилили. И пошло-поехало. Поползла святыня. Ее и полиэтиленовой пленкой затягивали. А сейчас предлагают вообще заасфальтировать для сохранности. А пока суть до дела, гору закрыли. От туристов. Туристы, они ж такие, понаедут и все поразвалят. И че им дома не сидится? Вот вчера в аэропорту с песнями и плясками встречали миллионного туриста. Им оказалась финская женщина. Я представляю ее шок вообще. Выходишь вся такая лохматая, позевывая с утреннего рейса. Думаешь, где тут туалет у вас вообще в вашем Вильнюсе? И вон на тебе, под нос хор Ажелюкас и Мэр Шимашус елочные шарики раздает. Чтоб назад, видимо, в Хельсинки летела елку дома наряжать, а не по нашей горе Гедемина США стала бы. Такое ощущение вообще, что Мэр Шимашус категорически надеется под шумок улететь куда-нибудь подальше от своей тяжелой мэрской доли. А то ведь работать надо. Гора обваливается, а на другой стороне реки небоскреб проваливается. Ну, слышали, наверное, как рядом со зданием Барклэс земля разверзлась на той неделе. Небоскреб устоял, но канализацию прорвало, и 20 тысяч кубов фекалий вылилось прямо к нам в речку. Тот Амэр Наш Шимашус как-то подозрительно близко к аэропорту ошивается. Есть чего бояться. А когда все случилось, он, кстати, тоже времени даром не терял. Он писал в Фейсбуке трогательное обращение к жителям соседних районов, чтобы они по возможности в туалет пару часов не ходили, потому что понимал уже, чем пахнет-то. Не, ну что, нельзя потерпеть, что ли, пару часов-то в самом деле, если сам мэр просит. Забыли, как при советах без воды сидели? Ну и граждане. Нет, когда не надо, они все помнят. А тут чуть что и забыли. Так о власти на что? Напомнят. Тут вот как раз, наверное, не случайно разгорелся очередной нешуточный скандал на тему нашего советского прошлого. Литовский журналист запостил в Фейсбуке фотку праздника в Игнолине с пионерами в красных галстуках и плакатами «Искусство принадлежит народу». И понеслась душа в рай. Я в комментариях такого начиталась, аж забыла, что у нас город фекалиями затопило. Может, правда, это и была идея автора? Отвлечь народ от какой-то там аварии, понимаешь? Вот где настоящая катастрофа-то. Игнолинский дом культуры пионеры захватили. А вы говорите «канализация». Правда, через несколько часов, пока наша интеллигенция брызгала слюной в комментариях, желала пионерам гореть в аду и призывала полицию срочно разобраться, выяснилось, что никакого криминала не было. Запрещенных символов на сцене не показывали. А сценка с пионерами была юмористической, типа «назад в будущее». Топик-стартер фотографию снял быстренько, как понял, что придраться-то не к чему. Но осадочек остался. И, видимо, не только у меня. Вот в деревне Щимонис мэр тоже решил, что надо бороться с проклятыми коммунистами. И ничего страшного, что они только в головах у властей остались. Этого для борьбы вполне достаточно. Мэр Щимониса на этот раз разглядел руку Москвы не где-нибудь, а в самом сердце родной деревни, на вершине рождественской елочки. Он так и сказал прессе. Домой ехал, смотрел на елочку, и вдруг вот же она, пятиконечная кремлевская звезда на вершине нашей демократической независимой елочки. Как у мэра инфаркта не случился. Из чувства долга только, наверное. Инстинкт номенклатурщика сработал, я вам скажу. Сначала доложи куда следует, потом помирай себе на здоровье. В общем, мэр поднял знатный скандал с требованием вражью звезду с елки снять. Ну, или хотя бы приделать к ней шестой луч. Это чтобы магендовит, наверное, сделать. И, вы знаете, скандал-то он поднял. Только жители в деревне Щимонис оказались нормальные. Сказали, знаешь, что мэр, отвянь от нашей елочки, пойди делом займись. Денег нам в бюджет деревни, что ли, подкинь. Привлеки инвестиции какие-нибудь. А не можешь так рот закрой и сиди тихо, не отсвечивай. Мэр еще подергался, подергался, послал подъемный кран, чтобы звезду с елки снял. Но жители заблокировали подъезд к площади машинами. Молодцы, я думаю. Будет тут их мэр учить, как елку наряжать. При этом самый душесчипательный момент, я считаю, что жители, те, что с мэром ругались, про себя рассказали, что они дети ссыльных и что у них вся деревня такая. Но, тем не менее, это не повод к елочным украшениям цепляться. И мэр пусть берет пример с Каунаса. Там на елке тоже красная звезда. А мэр Каунаса ничего, пережил это как-то. Советские шпионы наступают отовсюду прям. Только с елкой разобрались. Оказалось, командирам литовских стрелков по невежесе чуть было не назначили даму родом из Иркутска, Татьяну Рамонине. Точнее, уже и назначили. Да тут журналист литовского телевидения нашел в ее фейсбуке фотографию в розовой ушанке с, ох ты господи, красной звездой. Боже, что тут поднялось? Ей вспомнили и неправильное место рождения. Иркутск, видишь, не деревня Купишкис. И зовут ее Неберуте. Дошло дело до министра. В общем, не командовать женщине с именем Татьяна литовскими стрелками. Я вот почему-то даже не удивлена. Я давно уже во всех госорганизациях, земельных комитетах, содрах, миграции, в мэрии на имена и фамилии смотрю. И русских с польскими вижу, как всегда, в соотношении одна к двадцати, к тридцати. При этом это совершенно нереальное соотношение литовцев к русским. Я по улице, когда иду, и в центре, и в спальных районах русской речи слышу точно треть, если не больше. Это если не дискриминация, то что вообще? Я давно уже поняла, что у нас есть типично литовские и русские профессии. Таксисты, например, все русские. Все. Один литовец, правда, мне попался. Так и то привез меня к Лаздинайской больнице и сказал, что это бассейн. Это не настоящий был таксист, я поняла. Это литовский шпион был из Купишкис. А наш главный агроном зрит в корень, как всегда. Он знает, как научить народ родину любить, чтобы вот раз и навсегда. Он сказал, надо всем детям-дошкольникам литовские народные костюмы подарить. Дошкольникам, заметьте, первоклашкам уже поздно, видимо. Как только читать научились, все. Потерянные кадры для литовского общества. А с дошкольниками еще можно поработать. Так вот, нужно первонаперво каждому по народному костюму подарить, чтобы не забывали свои корни, значит, дети. Чтобы не заглядывались на пушистые розовые шапки с опасными красными звездами. Для этого наш агроном уже договорился с нашим главным народным дизайнером Йозасом Статкевичусом. Подбили цены. Вышло по костюму на каждого дошкольника 3 миллиона евро. Как с куста. Ну а что? Недорог же. От дизайнера же. Я вот, если честно, вообще не понимаю, при чем тут дизайнер? Ну вот объясните мне, костюмы же народные, где там место для дизайнерской фантазии? Вот если у кого дети в хоре поют или в народных танцах пляшут, вы что, тоже к дизайнеру идете? Да нет же, покупайте костюмы в магазине и делов-то. Почему нельзя и тут поступить так же? Причем тут Статкевичус, народный наш портной. У меня стойкое ощущение, что начинаются очередные золотые ложки. Только в этот раз, наверное, нужно их называть золотые лапти. Три миллиона на лапти. Это надо же! Наш главный агроном, видно, как смету подбил, тоже в репе-то зачесал. Дороговато-то как-то. Ну да ничего. Это ж на детей. Дети же, святое. Сэкономим на чем-нибудь другом. Вот, например, на пианино можно сэкономить. Всем пианино надо бы, а денег на него не выделено. Ну все на лапти, деньги-то пошли. Так ничего. Наши власти у избирателей попросят. Каждый избиратель по еврику. Тут не то, что пианино, орган можно купить. А что им, жалко что ли? Только почему же не сами? Вот как у нас в садике, например. Если надо чего сверх бюджета, так сами родители деньги на это и собирайте. Вот если бы каждый член сейма скинулся бы, ну, по полчиннику, например, так и на новогодние подарки председателю и со всеми замами бы хватило. Все как у людей. В общем, всех наступающим. Мира, здоровья, физического, психического, чтобы разум, доброта и честь наконец поселились таки в наших домах, так и в высоких кабинетах. Наивно? Возможно. Но в праздники принято верить. И мы верим. С Новым годом!